Значит, мы с вами продолжаем знакомиться с органами растений. Итак, корневая система, как вы знаете, это достаточно важный орган растений. Вообще, именно эволюционно приобретение корней позволило растениям расселиться на большие территории и занять огромные территории суши. Если бы корневой системы у нас не существовало, если бы у нас растения впитывали питательные какие-то вещества, влагу всей поверхностью тела, как это делали наши мхи, как делали у нас, соответственно, кто у нас это еще делал. В общем, растения, да, такие, можно сказать, примитивные, если бы у нас были резоиды, которые у нас прикреплялись только к субстрату, то, соответственно, мы бы с вами, скорее всего, не увидели вот этого разнообразия, многообразия растений, которые у нас существуют на данный момент сейчас. Главная функция корня, если вы помните, это впитывание питательных веществ из почвы, с воды, с растворенной в ней вот этими минеральным составом. Плюс еще в почве, если вы помните, у нас откладываются питательные вещества в сердцевине нашего корня. И еще у нас корневая часть позволяет нашему растению занимать вертикальное положение и тянуться, соответственно, вверх. И чем у нас растение выше, тем крепче и более развит у растения корневая система. Это мы с вами помним. У нас существуют некоторые виды измененных, да, некоторые растения с измененными корнями. Например, у нас есть корнеплоды и корнеклубни. Это мы с вами помним. И самая главная функция у этих корнеплодов, корнеплодных, клубней, это запасение, запасание. Так, а что было эволюционно до корней? Резоиды, были резоиды, потому что, смотрите, у нас растение, у нас растение, жизнь, да, у нас зародилась в воде. В воде корни не нужны, она вот, вода вокруг, питательные вещества, пей не хочу, да, впитывай не хочу. И, соответственно, всей поверхностью тела происходило впитывание вот этих питательных веществ из окружающей влаги, из окружающей воды. Потом постепенно, мы с вами говорили, да, постепенно у нас водоросли начали эволюционировать, и у нас появились первые водные мхи, у которых, у первых водных мхов не было даже резоидов. Они просто составляли плавучие острова и плавали на поверхности воды. Ну, потом эволюционно они начали, конечно, занимать и сушу, и селились рядом с водоемами, у них были очень слабо развиты резоиды. Это первые печеночники, мы с вами знаем, которые у нас впитывали влагу всей поверхностью тела, размножались также, они были споровыми растениями. Это мы с вами про это говорили. И как раз, когда у нас появляется первый корень, а первое подобие, да, корня такого не очень хорошо развитого, но все-таки он был, у нас появляется все-таки у папоротников. И поэтому папоротники в свое время очень хорошо заселили сушу. Это вот помните, когда говорили про эволюцию, это все картины с динозаврами, там огромные вот эти папоротниковидные деревья, да, огромные были. Потом у нас появились, если вы помните, у нас появились голосеменные растения, которым совершенно не требовалась вода для оплодотворения, и которые заселили всю сушу. Вот как раз-таки именно с голосеменных растений у нас начинается эволюция растений. У нас начал появляться корень, именно такой хороший корень, который у нас вгрызался на несколько метров, километров в почву в зависимости от вида почвы, и как раз впитывал питательные вещества, и закреплялся в субстрате, да, так скажем, в почве. Почему я говорю на несколько метров, километров, да, грубо говоря, да, до десятков метров, километров-то нет, конечно. Если мы будем говорить с вами, например, про лиственницу, мы знаем с вами, это прекрасное растение, да, относится оно к голосеменным растениям, но при этом оно сбрасывает листву на время, ну, на зимнее время. То лиственница, она способна расти даже на льду, то есть на территории, где у нас вечная мерзлота, где у нас даже в летнее время не протаивает, не растаивает почва, где почва более-менее способна растаять летом там на пару десятков метров, да, что очень мало для таких огромных деревьев, там лиственницы способны существовать на льду, им это совершенно не мешает. Они просто, у них корневая система идет немножечко другим образом, она как бы огибает вот этот лед, корневая система там больше на поверхности идет. Вот такая вот интересная конструкция с приспособлением эволюционным, да. Потом у нас появляется, кстати, когда мы говорим с вами про корнеплод, мы говорим, что у нас не только эволюционировала, видоизменился корень, да, в корнеплод, но также у нас и стебель данного растения тоже изменился, потому что у корнеплода есть стебель. Если мы будем говорить с вами про морковку, да, у морковки есть стебель, а есть листья. Вот листья – это та привычная листва, которую мы с вами видим, вот эта вот, да, рассеченная, но у него еще есть и стебель. Мы об этом с вами поговорим, когда мы будем говорить про эволюцию органов растений. Да, ну, дыхательные корни, есть корни прицепки, воздушные корни, все это мы с вами говорили в прошлый раз, это мы знаем. Это эволюция корней в процессе жизнедеятельности, в процессе приспособления под какие-то внешние условия. Как вы понимаете, эта эволюция у нас, она не внезапно произошла, она у нас происходила в течение длительного времени. Далее мы с вами будем говорить про стебель. Стебель бывает разный. У нас есть травянистый стебель, если мы будем говорить про стебель травяных растений, да, чаще всего это либо однолетние растения, либо, ну, такие, да, редкие многолетние растения, либо у нас есть древесный или адресневевший стебель. Чаще всего мы называем такие стебли стволами, да, ствол дерева – это стебель, просто адресневевший, да, древесный. Значит, стебель, как мы знаем, это вегетативный орган растения. И что самое интересное, он обладает отрицательным геотропизмом. Вот обязательно это слово запомните. Так, да, Анна, воздушные корни – это своего рода аэренхима. Почему? Потому что, смотрите, воздушные корни у нас появляются… Так, давайте-ка вот сюда, да, вернемся. А, так, дыхательные корни – это своего рода аэренхима, потому что мы знаем прекрасно, что у нас просто в затопленных, в заболоченных местах, где у нас часто бывает вода, в корневой системе у нас просто не хватает вот этого дыхания, не хватает воздуха. Воздушные корни – у них двойная система, да. Во-первых, да, это происходит у нас фотосинтезирующая или фотосинтезирующая часть растения, они за счет того, что они зеленые, да, ассимиляционная, да, ткань. И также своего рода они впитывают воду, впитывают воду всей поверхностью вот этого воздушного корня. У вас дома у кого-нибудь есть орхидеи? Вот если есть орхидеи, вы помните, орхидеи поливают погружением растения в воду. Бесполезно в горшок лить воду, потому что те самые коричневые, адресневевшие корни, которые у нас входят в субстрат, вот в этот вот самый коричневый, да, но это опилки, да, можно сказать, вот эти вот древесные, они выполняют функцию исключительно удержания растения в субстрате. Все питательные вещества, все вот эту влагу они впитывают за счет воздушных вот этих вот корней. Просто смотрите, корни на поверхности, корни у нас тонкие. Зачем нам тогда, ну, покрывать их коричневым вот этим вот резодермой коричневой? Зачем? Если можно ее сделать тонкой с большим количеством фотосинтезирующих элементов, понимаете? То есть воздушные корни не в плане того, что они воздухом дышат, да, а в плане того, что они потребляют влагу, то есть они точно так же впитывают влагу, впитывают воду всей поверхностью этого корня. Интересная у нас особенность есть у корней. Как только орхидея не напиталась, как только орхидея хочет пить, грубо говоря, она обезвожена, корни орхидеи становятся белесого цвета и чуть-чуть сжимаются. Они способны у нас как будто съеживаться. Как только мы их даже опрыскаем водой, чисто вот попробуйте дома взять поливилизатор и попробуйте на нее попрыскать. Посмотрите, что с ней будет. Потому что очень интересная особенность именно поверхности вот этих вот самых корней. Точно так же, что... Но при этом... Давайте так. Очень большое количество растений способны жить и отращивать себе новые корни. Главное, чтобы у них вот это вот основание корня сохранялось. То есть тот же самый одуванчик. Да, одуванчик может прекрасно выжить, если его порубить этот корень, да, кусками, если он у нас останется в земле. Да. Точно так же... Так, подождите, нам пишут. Извините. Так, оно не серого цвета. Она становится... То есть из-за того, что у нас обезвоженная часть корня, она становится... Ну, сизый цвет, да. Он у нас отвечает за впитывание ткани. Оно у нас бывает в основном у эпифитных растений. Вот такая вот поверхность. То есть, соответственно, напитавшись влаги, напитавшись влаги, эта ткань, она, ну, как я не знаю, как сказать, растягивается, утончается. То есть у нас внутрь попадает вода, они напитываются водой, они как бы набухают эти самые корни. Так, стебель. Значит, у нас здесь идет отрицательный геотропизм. Про геотропизм очень часто спрашивают именно в... Господи, где у нас спрашивают? В Лене Олеговне. В олимпиадах у нас спрашивают. Все, простите, пожалуйста. Значит, что значит отрицательный геотропизм? Он растет в противоположную сторону от силы притяжения. У нас существует отрицательный геотропизм, когда у нас растет растение вверх, и есть у нас положительный геотропизм, а он существует у нас у корня, потому что корень у нас растет вниз. Значит, у нашего стебля обычно есть определенная ось. У нашего стебля есть листья чаще всего или ветви, в зависимости от типа нашего стебля. Есть почки, органы размножения всевозможные. Самая главная наша функция у стебля – это опорная функция за счет того, что у нас растение тянется вверх, направляя вверх стебли, ну там ветви с листьями или просто листья, для того, чтобы большая поверхность наших листьев подставлялась солнцу, происходил у нас фотосинтез. У нас существует также функция проводящая, если вы знаете, у нас здесь есть, мы помните, с вами говорили, у нас здесь есть ксилема и флаема. Также у нас создается, благодаря листьям и благодаря корням, у нас создается осматическое давление, благодаря чему? Благодаря дыханию листьев и благодаря впитывающей функции корней у нас просто вверх проходят питательные вещества, то есть у нас лифт вверх происходит. У нас существует запасающая функция, которая в центральной части стебля, в сердцевине находится. Ну и, конечно, вегетативное размножение, если мы будем говорить с вами, например, про такие растения, как, ну какие у нас? Дача наверняка у всех есть, любимая моя присказка, я всегда рассказываю про то, что у нас есть на наших участках. Если есть черная смородина, то вы, наверное, знаете, что черная смородина очень часто размножается именно стеблями. Главное его прикопать в землю. Значит, у нас происходит вегетативное размножение всевозможными черенками, отводами и так далее. Плюс еще прикопанные, попавшие в землю, в какой-то среду ветви, способны давать корни через определенные почки. И происходит у нас развитие корневой системы, и, соответственно, у нас растение может размножаться. Очень много такого размножения у нас происходит за счет всевозможных кустов плодовых и так далее. Это мы с вами, может быть, вы даже сами это знаете. Потом у нас идет фотосинтез. То есть у нас у молодых стеблей, у травяных стеблей и у молодых стеблей растений, даже древесных, у нас, соответственно, очень тонкий эпидермис, прозрачный, под которым у нас все-таки находятся фотосинтезирующие ткани, за счет чего у нас у зеленых растений на постоянной основе стебля зеленого цвета. У древесных растений молодые побеги имеют зеленый цвет. Впоследствии эпидерма у нас грубеет, уплотняется, и впоследствии она может у нас полностью утратить эти фотосинтезирующие функции. Но, в принципе, у многих растений они остаются таковыми. То есть фотосинтез у нас происходит еще и в стеблях. Потом, что еще хочется сказать именно про… Значит, если мы будем говорить с вами про однодольные растения, как я уже сказала, особенно если мы будем говорить, например, про злаковые растения, то у нас строение стебля здесь уже совершенно другое будет. Что у нас, в отличие от двудольных растений, стебель имеет другое строение. Мы про это с вами поговорим. Точно так же у нас всевозможное строение стебля может меняться в зависимости от типа растения. Опять-таки, когда мы с вами говорили про растения с видоизмененным корнем, если мы будем говорить с вами про ту же, например, свеклу, то у свеклы был и видоизменен сам стебель. Если мы будем с вами говорить про стебли растений, опять-таки, помните, мы с вами говорили про вельвичию удивительную. Это такое у нас есть прекрасное растение, очень древнее растение, которое у нас, по-моему, в пустыне Гоби, если я не ошибаюсь, у нас произрастает, в общем, это пустынное растение. Это семейство голосеменных, и у нее практически отсутствует стебель. То есть на самом деле корни стебля там перемешаны вот в одну прослойку. Если интересно, я могу про это потом рассказать. Просто действительно очень интересное растение. На протяжении всей жизни у нее растет только два листа, и они растут всю жизнь. То есть обычно мы привыкли к тому, что у листьев, у растений есть определенная заложенная длина, и листья останавливаются в своем развитии и отмирают в какой-то момент, опадают, способны к падению. То, например, у вельвичии у нее два листа, и они растут на протяжении всей жизни. Если интересно, просто как-нибудь потом можете это дело загуглить. Очень интересная действительно вещь. Так, значит, виды стеблей бывают разные. У нас бывают ползучие стебли, которые у нас стелятся по земле, и из стебля у нас выходят другие побеги. Благодаря тому, что стебель у нас находится близко от земли, и у нас способна развиваться всевозможная корневая система, и в любой момент у нас может развиваться взрослое растение. Значит, у нас есть прямо стоящие растения. У прямо стоящих растений есть особенность. У них очень хорошо развита механическая ткань. Здесь у нас древесные виды, травянистые всевозможные виды, которые у нас стоят прямо стоящие, которым не нужна опора. Далее у нас крепятся благодаря обвитию либо какой-то опоры, либо благодаря тем самым корням, прицепкам, которые будут карабкаться, цепляться за какую-то поверхность. Так, и наконец-то у нас есть лазающие, цепляющие. Так, ребят, если вам не нужны видео, вы можете камеру свою не включать. Как бы мы с вами общаемся так, да, на чистом энтузиазме. Что ж, кстати, вот очень интересные такие вещи, да, интересные можно еще что-то сказать про форму побегов, если мы, да, будем с вами говорить здесь. То у нас еще и существуют всевозможные разные функциональные виды, да, побегов, функциональное приспособление. То есть мы с вами прекрасно знаем, что, например, у нас в юнке, которые мы можем видеть с вами в огромных количествах, они, ну, то есть, допустим, если мышиный горошек, он имеет такую особенность цепляться за рядом стоящие какие-то объекты, за другие растения, мышиный горошек, он никак не влияет на жизнедеятельность и способность к фотосинтезу соседних растений. Хотя вот именно лианы чаще всего их называют душащими растениями. Почему? Потому что чаще всего они полностью, как-то сказать, обвивают растения хозяина, которые, ну, как бы не хозяина, опору, растения опору, ну, и закрывая своими листьями доступ к солнцу, доступ к солнцу, к их собственным растениям. То есть у нас существуют прямо крупные лианы, которые полностью способны задушить даже взрослые растения, ну, то есть взрослые какие-то древесные виды растений, что приводит к смерти вот этих вот опорных растений. Далее. На стеблях у нас существуют листья. Да, листья у нас разные. Листья – это вегетативный орган растений. Они располагаются у нас на побеге. Способ размножения, листерасположения у нас бывает разный в зависимости от видов растений. Да, у нас и бывает очередное листерасположение, мутовчатое, да, супротивное, спиральное и так далее. Значит, листья у нас делятся на два типа. Это простые и сложные. Это мы с вами знаем, и мы с вами про это говорили. Ай, говорили, это мы в том году говорили. Я прошу прощения, с вами мы еще об этом не говорили. Значит, главная функция листа какая? Самая главная функция – это фотосинтез. На листе очень много фотосинтезирующих волокон, фотосинтезирующих клеток, которые, соответственно, придают у нас растению именно такой цвет зеленый. В зависимости от типа растений, эволюционно, да, у нас листья разделялись либо на большие простые листья с большой поверхностью у нас, листа, которые подставлялись солнцу, либо же у нас существовали растения, которым было эволюционно выгоднее, например, разделение, там, пальчатые разделенные, пальчатые листья, да, разделенные, благодаря чему у нас поверхность листьев разувеличивалась. Чаще всего это растения, которые у нас изначально росли эволюционно в местах, например, с высокими ветрами, благодаря чему, если очень большие ветра и какие-то такие факторы, да, неблагоприятные окружающей среды, у нас просто простые листья с большой поверхностью, фотосинтезирующей поверхностью, они рвались, рвались, отрывались и так далее, понимаете. То есть изменение вида листа – это эволюционное приспособление к каким-то неблагоприятным факторам окружающей среды. Как я уже сказала, лист расположения у нас бывает разное. Чаще всего, чаще всего мы встречаем словами либо очередное, 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 либо супротивное лист расположения. Это в большинстве случаев мы такие встречаем. Мутовчатое лист расположение мы встречаем с вами довольно редко. И, ну, чаще всего это какие-то такие необычные экзотические виды растений, которые у нас… Там, у меня цветок вот подобного плана растет дома. Да, ну и, соответственно, реже мы встречаем расположение листьев спиральное. С помощью листьев растение у нас размножаться не может. Мы с вами это знаем, да. Это у нас один раз вопрос такой был. Размножение листьями у нас не происходит. Какое у нас главные органы размножения наших растений, генеративные органы – это у нас, конечно, идет цветок, если мы говорим с вами про покрытосеменные растения. Мы с вами знаем, что у голосеменных растений цветов у нас нет. То есть это тоже эволюционная у нас, как сказать, разработка покрытосеменных растений для привлечения опылителей. И мы с вами прекрасно знаем, что когда у нас эволюционно появились покрытосеменные растения, у нас, к сожалению, голосеменные растения ушли на задний план. Потому что именно привлечение насекомых опылителей к размножению растений, а также привлечения всевозможных животных для поедания плодов и переноса семян, эволюционно сыграло на руку покрытосеменным растением. Ну что ж, цветок, он представляет собой укороченный побег, видоизмененный. Принадлежит он только покрытосеменным растениям, у других растений он не встречается. Ну и вообще, как я уже сказала, эволюционно цветы у нас эволюционировали под каких-то определенных насекомых. И существует он только для того, чтобы у нас переносить пыльцевые зерна на пестик, на рыльце нашего растения и дальнейшего оплодотворения. Мы с вами про оплодотворение растений покрытосеменных будем говорить, когда будем говорить с вами именно по покрытосеменные растениям. Значит, цветки бывают разные. Мы с вами можем видеть много видов растений, и у всех растений будут цветы разные. Количество лепестков, количество тычинок у растений бывает разное. Даже пестики у нас бывают разной формы. Они у нас бывают сросшиеся, бывают простые и так далее. В какой-то момент ботаники столкнулись с проблемой описания растений. То есть столкнулись они с тем, что растений много, растений разные, и нужно каким-то образом описывать их цветы. То есть да, мы можем написать, что там цветок имеет 5-7 лепестков, расположены они в какой-то ряд, столько-то у нас пестиков, столько-то у нас тычинок, столько-то у нас чашелистиков. Все это было бы очень длинно, все это было бы занимало большое количество места и большое количество у нас макулатуры. В какой-то момент ученые придумали, что нам обязательно нужна формула цветка. То есть формула цветка позволяет очень быстро определить, какое растение находится перед нами. Мы с вами знаем, что по ботанике, когда мы с вами это проходили, когда вы проходили это в школе, я имею в виду, вас знакомили с тем, что у нас есть цветы женские, есть цветы у нас мужские, есть цветы у нас обои полы. Чаще всего мы встречаем с вами обои полые цветы. Мужские и женские цветы есть совершенно у небольшого количества растений. Чаще всего мы встречаем раздельно полые цветки, например, у нас у тыквенных растений. Это тыква, это арбуз, это огурец. Там у нас раздельно полые растения. Вообще в большинстве своем мы встречаем с вами вот этот вот значок, что у нас цветок обои полой. Их настолько много, что их иногда даже вообще этот значок у нас в формуле цветка не указывать. То есть если мы этот значок полоцветка в формуле цветка не видим, это мы априори считаем, что цветок у нас обои полой. Ну и придумали всевозможные знаки, которые будут определять вид цветка, какой он простой или сложный, да, сколько лепестков у них. Нужно было определить, какими символами обозначить чашечку, какими символами обозначать венчик, лепестки, тычинки, пестики и так далее. В вашем случае у вас все намного проще. У вас сейчас появилось русское обозначение. То есть у вас чашелистики – это Ч, да, лепестки – это Л, венчик – это В, околоцветник – это О, тычинки – Т, пестик – П. В нашем случае, когда мы были, у нас был каликс – это чашечка, да, у нас был королла – это венчик, да, генецей – это у нас был пестик, ну и так далее, да, андрацея – это тычинки. То есть у нас было все намного сложнее, потому что раньше, буквально лет 7 назад, заставляли учить латынь даже в школе, даже на уроках ботаники. Сейчас вам на самом деле, ну, как бы попроще живется. Вот это вот обязательно вам нужно как-то запомнить. Википедия всем в помощь, кстати, если вдруг что, да, все оттуда взято, да, без обмана. То есть вот такую вот расшифровку вам обязательно нужно иметь в виду, потому что в большинстве случаев где-то в интернете, на просторах интернета у нас все еще имеется латинское название наших формул растений. А вот у нас большинство распространенных формул. То есть у всех яблоневых мы можем встречать вот такую формулу цветка. То есть оболополый, правильный цветок с пятью лепестками, с пятью чашелистиками, с большим количеством тычинок и с пестиком, сросшимся из пяти частей. То есть пестик имеет пять частей, правильный такой пестик, как это, пятичленный. Если мы будем говорить про шиповник и про все растения этого семейства, мы будем видеть с вами вот данную формулу, ну и так далее. Соответственно, у нас у посленовых будет вот такая формула цветка и так далее. Если мы будем с вами говорить про растения семейства, бобовые, то вот у нас гороху у нас... Я позвоню. Хорошо, хорошо. Когда мы будем говорить с вами про бобовые, вот у нас формула, которая у нас к гороху относится. Единственное, что какое отличие, когда мы с вами говорим про бобовые растения, у нас с тычинками могут быть разные, как сказать, отличия. У нас может быть девять сросшихся, одна свободная тычинка, или у нас может быть десять сросшихся, или у нас может быть десять свободных тычинок, ну то есть собранных просто вместе и так далее. То есть там разница небольшая в основном в тычинках у наших бобовых растений. В принципе, у бобовых это неправильный цветок. Неправильный цветок это указывается вот таким вот стрелочкой вверх. Это значит, что у нас у цветка есть одна плоскостная симметрия, и такие цветы, они встречаются, в принципе, довольно-таки часто. Да, у нас часто.